Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна. Ну вот, сегодня или вчера стало известно о том, что Андрей Разин заявил, что Юру Штунова кремировали для того, чтобы скрыть следы, так скажем, преступления. Он утверждает, что Юру Штунов, значит, его лишили жизни и причастен к этому, как он пишет. Вот директор Кудряшов якобы давали ему некие танквилизаторы вместе с алкоголем. Алкоголь-то бы укурение вредит здоровью. Вы знаете, что я хочу сказать. Вот сегодня уже у меня одно видео было о женщине, которая появилась на прощании, рассказала, что в Зеленограде 15 июня был концерт, и якобы ему стало плохо. И, значит, там Разин рассказал, что вызвали скорую, инфаркт, прединфаркт, не поймешь ничего. Я вижу, вы пишете, что да, было такое видео. Да, есть видео, где он говорит, что он нехорошо себя чувствует. Есть такое видео. Но видео из Зеленограда нет. Нет того видео из Зеленограда, где он говорит о том, что он весь обколот, что он весь под уколами, что он в любой момент может прервать концерты и так далее. Такого видео нет. И, значит, поэтому довольно интересно, что только одна женщина об этом говорит. Вот эта, которая пришла на прощание, и у нее именно взяли, так сказать, интервью. Впоследствии, так сказать, вышла программа Алены Блин, Кузнецова, главного, автора главных хитов «Ласково майя». Сделали чуть ли не педофилом, алкоголиком там. Алкоголь-то, буквально, не вредит здоровью. Значит, потом вдова Шатунова, значит, соответственно, пишет, попал в больницу. Теперь, видимо, добрались до директора Кудряшова. Он, напомню, наиболее такую активную позицию занял. Больше всего после ухода Шатунова, после смерти Шатунова стал говорить о Разине. Называть, так сказать, его напрямую. И вот вдруг выясняется, что по версии Разина, именно Кудряшов, значит, якобы давал препараты эти. Я, еще раз говорю, я обычный вопрос задаю. Как под препаратами такого характера, транквилизаторами, мог Шатунов пить пиво с раками на отдыхе? Ну, это просто невозможно по своей сути. Потому что смешение, значит, этих двух субстанций, пива и вот такого рода транквилизатора, да, они приведут к невменяемому состоянию человека. Поэтому это, в принципе, невозможно. Ни один здравомыслящий человек мешать это не будет. Поэтому здесь непонятно, еще раз скажу, на кого это рассчитано. Но в данном случае, с моей точки зрения, идет дискредитация всех близких людей Шатунова. Всех тех людей, которые выступали, так скажем, на его стороне, да. И если это сначала началось через журналистов, как мне кажется, это мое мнение, еще раз скажу, я не утверждаю, что это специально все делается. Мне так кажется. То сейчас разница стала просто напрямую уже, так сказать, обвинять тех или иных людей. В данном случае он говорит, что кремацию произвели по, осуществили по замыслу директора Кудряшова, потому что вот якобы хотели скрыть следы вот этих препаратов. Послушайте, но кремация, не кремация, но причину смерти устанавливали и не нашли тогда ни следов, ни тех, ни тех, я имею в виду, ни алкоголя, ни каких-то препаратов. В любом случае, это бы сказали, если нашли. Я не думаю, что есть резон скрывать. Поэтому резон был бы скрывать, если бы это было кому-то нужно очень высокопоставленному, тому, кто, например, был облечен властью или еще, и имеет влияние, например, на журналистов или еще на кого-то, и обвиняет других. Например, можно было бы сказать, что, да, был резон скрыть, например, что там у него наличие чего-то, чего там, что может вызвать, так сказать, какие-то. Но давайте не будем забывать, что Шутнов, как мне кажется, человек все-таки с характером, понимающий, что он принимает, какие последствия будут этого. Это же небезвольный какой-то человек, которому давали все подряд, он принимал, пил вместе с этим. Поэтому все-таки он пожил на свете, да, 48 лет, он понимал, что можно принимать, что нельзя, что можно смешивать, что нельзя. Поэтому я не думаю, что там кремации, чисто с такой, знаете, морально-нравственной точки зрения, я понимаю, поклонникам, фанатам, да просто людям было тяжело представить, что такой жизнелюбивый, жизнеутверждающий человек, как бы его не будет, в принципе. Вот это тяжело очень представить, что разделит там прав и так далее. Но то, что пытались что-то скрыть, ну, у меня была такая, на самом деле, мысль, но я думаю, что маловероятно. Не знаю, интересно ваше мнение, что вы думаете на сей счет. С вами был Будда Гришна, друзья, подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать проект Будда Гришна. Подписывайтесь на резервный запасной канал Будда Гришна Новости, здесь YouTube, чтобы мы с вами не потерялись в случае чего. И Telegram-канал Будда Гришна Новости, там вся политика, и не только политика, с моими комментариями. Успехов, здоровья, друзья, всем пока, до встречи.